Приветствую вас! Прежде чем, вот, ответить вам на вопрос, хотел бы сразу оговориться, что было бы совсем здорово, если бы вы дали, знаете, некую такую предысторию того, что произошло, то есть я имею ввиду, как складывались, например, ваши отношения с партнером, с человеком, какие у вас были, например, проблемы и были ли вообще проблемы, вот, значит, и, соответственно, как вы эти проблемы решали для себя, вот, и, соответственно, что произошло, что случилось, что, вот, повлекло на собой такую вот реакцию его на, ну, скажем, на вас или на то, что произошло. Потому что, все-таки, подобные слова, их можно интерпретировать совершенно по-разному, и мне бы не хотелось, чтобы возникли какие-то неточности, тем более, что я понимаю для вас это важно, и ответить хочется, ну, как-то, вот, знаете, максимально корректно. А это сделать невозможно именно потому, что вы, ну, просто-напросто мало предоставили информации. Итак, значит, слава мужчина означает следующее, значит, что он вас разочарован, очень сильно разочарован и не хочет больше иметь с вами ничего общего. То есть, вот, именно такая эмоциональная нагрузка идет на самое высказывание. То есть, человек, по сути дела, говорит вам о том, что не желает иметь с вами больше вообще ничего общего. Это не обязательно, если говорить, что он не хочет с вами отношений, как, вот, сказал моя коллега, потому что, ну, это все-таки довольно чатный такой пример. Это довольно чатная такая интерпретация того, что может реально произойти. Вот, как правило, подобная фраза означает, что мужчина выражает свою обиду. У него именно обида. А на вас у него именно, вот знаете, негатив прямо. И желание от вас как-то вот абстрагироваться. Уйти, может быть, или как-то отдавиться, чтобы вы его не возвращали, потому что ему по какой-то причине тяжело с вами быть. То есть, понимаете, основной посыл его, правда, именно в том, что ему тяжело с вами быть. Он неравнодушен. Он неравнодушен. Ему не безразлично, ему тяжело. И поэтому он не видит способа другого, кроме как, собственно, от вас отдалить. Вот. То есть, что-то такая вот, на мой взгляд, довольно печальная, печальная, я бы так сказал. Потому что все-таки, как-никак, подобные вещи говорят не от хорошей жизни. Вот. И вы еще, в принципе, можете, на мой взгляд, на мой взгляд, вы можете еще со спасти, вы можете, на мой взгляд, еще, как бы, отношения реанимировать. Но будет это для вас, ну, мягко говоря, вот, нелегко. И сейчас человеку с таким вот посылом надо бы по-хорошему дать немножко отдохнуть, побыть так, наедине со мной над собой, чтобы остыло, чтобы прошло время. И потом довольно-таки спокойно, но целенаправленно с ним поговорить. И прийти к какому-то обязательно решению, прийти обязательно к какому-то выводу, прийти обязательно к каким-то соображениям. Ну, и чтобы, чтобы просто не мучить себя и не мучить как бы друг друга. Вот. Ну, вообще, конечно, слова человека ни о чем хорошем для вас, вот, к сожалению, не говорят. Это вот однозначно. И здесь я думаю, что вам надо пока дать ему возможность немножечко прийти в себя и после этого уже пытаться еще раз отношения реанимировать. Но делать это ни в коем случае не нужно как-то вот так, с наскоком, как-то так. С наездом делать это надо спокойно, чтобы мужчина вот чувствовал, что вы его, ну, как-то так, знаете, уважаете, что вы к нему прислушивались, что вы чените его, что вы, там, ну, например, заботитесь о нем, что вас волнует он, вас волнует, что он подумает, например, и что он чувствует. Вот. Дайте ему немножечко в немножечко времени сейчас, дабы он пришел в себя. На самом взгляд, это самое лучшее, что вы можете сделать именно вот сейчас. Ну, опять же, я хотел бы вам дать такую вот, если можно, небольшую ритмаремарку, что, как бы, даже если вы соберетесь делать так, то лучше не затягивать, лучше все-таки какое-то время выйдет, но все равно обязательно все-таки попробовать, попробовать отношения реанимировать. То есть это не означает конец. Прошу обратить ваше внимание на то, что я не ставлю целью вас как-то поддерживать, я не ставлю целью для вас как-то, ну, вот, донести какие-то вещи, такие вот положительные для вас, да. Я просто говорю вам о том, как обстоят дела именно вот с точки зрения психологии. А что и как вы будете делать это решать только вам. Ольга. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, буду рад помочь. Пишите в личку, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok